Смотрите, есть простой момент. Люди сейчас боятся ходить в больницы, потому что дорого. Вот просто скажите, что делать с этим? Когда это поменяется и как это можно поменять? Потому что ни для кого не секрет, что сейчас, как вот, жаль нет Игоря, плохо, он бы обязательно сказал, нужно следить за своим здоровьем, потому что болеть очень дорого. Спасибо. Ну, Маритин Александровна, Дмитрий, пожалуйста. Спасибо. Хочу сказать, что пока не будет изменена система во всей стране, до тех пор будут такие моменты встречаться в жизни как наших пациентов, так и в жизни медиков. Суть в том, что сейчас, вы знаете о том, что министерство наше, если так сказать грубо, было в зависшем состоянии практически в полутора года. Сейчас есть изменения. Вы даже знаете о том, что Верховная Рада, Ярослав, я знаю, как вы к этому относитесь, но приняло в первом чтении три основных закона, которые облегчат жизнь фактически и нашим медицинским работникам. Но пока еще не полностью принята концепция, которая будет обозначать, либо это будет страховая модель медицины, либо это будет наполовину страховая. То есть пока эти премии еще идут в Министерство охраны здоровья, и буквально вот на днях у меня будет очередной выезд туда на коллегию в Министерство охраны здоровья для того, чтобы нам уже окончательно расскажут и дадут те основания для дальнейших наших, так сказать, движений. Что это за основания? Это будет стоимость медицинской услуги, потому что уже ее стоимость имеет ценность, и она уже высчитана, все это уже задокументировано. Дальше это то, что будет пакет гарантированных услуг. Вот как было в сюжете, значит первые три дня полностью гарантированное лечение за бюджетные средства обследования и лечения больного. Для нас это немаловажно. Мы знаем, по какому принципу остаточному финансируется медицина, и она не только эти годы стала финансироваться так, она уже довольно длительна на таких правах. Поэтому мы все-таки ждем, что как правительство, так и наше министерство все-таки повернется лицом к нашим пациентам, потому что это те люди, которые действительно сейчас имеют минимальные пенсии, имеют небольшие заработные платы, и не дай бог заболеть. Действительно каждый сидит и ждет, чем это закончится, потому что лечиться очень дорого. Хочу также сказать, я просто предваряю все вопросы, которые могут быть заданы от наших телезрителей, по поводу коррупции, по поводу поборов и так далее. Все деяния, которые совершает человек в белом халате, требуя какие-либо суммы, это все коррупционные деяния. Каждый коллектив, каждый врач, каждый средний медработник предупреждены об этом, с ними проведена работа в каждом трудовом коллективе. Это все задокументировано и подписано каждым персонально. Субтитры создавал DimaTorzok